МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осадки в квартире. Жители многоэтажки по улице Луначарского ждут, когда в доме заново отремонтируют кровлю. Под знаменем культуры один из отделов муниципалитета подготовил необычный творческий отчет о проделанной работе. Дымок от сигареты. Как армавирцы относятся к ужесточению мер, направленных на борьбу с курением? Здравствуйте в студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события жизни города в материалах наших корреспондентов. Партнер выпуска салона «Острова мебели». Современные, стильные и качественные спальни со скидкой 20%. Кропоткина 194. Опасаются, что о них забудут хозяева одной из квартир многоэтажки по улице Луначарского. В этом доме семья Саенко живет уже более 20 лет. Но только эта весна принесла проблемы. Несмотря на недавний ремонт, новая кровля перестала спасать от осадков. В управляющую компанию жильцы обращались. Ее специалисты составили акт ущерба, но ремонт пока никто не начинает. Ирина Рухлядко узнала, помнят ли ответственные службы о тех, чей потолок протекает во время дождей. Течет до седьмого этажа. Прямо вот так вот течет. Вот и дверь еще только я начала мыть. Еще даже не отмылась. Вот оно все помыло здесь. Какой прогноз у нас сегодня в доме? Вопросы погоды в семье Саенко в марте – одни из самых главных. Активно крыша многоэтажного дома стала протекать в начале этого месяца. Хотя, по словам жильцов, чуть больше полугода назад на их девятиэтажке появилась новая мягкая кровля. Крышу делали в сентябре месяце, двенадцатого года. Ну вот прошло время, опять потекло. Каждый год латать. Уже сделать один раз даю, и все. И меньше затрат будет. Петр Петрович даже помнит даты водопада в прихожей. Четвертое число и еще восемнадцатое, когда в Армавире выпал снег, и его таяние семья почувствовала на себе. Последствия видны в каждой комнате. Валентина Ивановна тогда устала собирать воду. В подъезде и в квартире замкнула проводку. Размокла, а после и рассохлась деревянная коробка входной двери. Теперь она не закрывается, и хозяева вынуждены целыми днями находиться дома, стеречь свою квартиру. Управляющая компания к нам приходила, составили акт. Но движения никакого не видно, и мы боимся, что про нас вообще в итоге забудут. Поговорили, поговорили, посмотрели. На том все и закончится. В управляющей компании о проблеме дома по улице Луначарского, 19, лично семьи Саенко знают и помнят, как пояснил нам главный инженер. Причиной протекания стало то, что материал мягкой кровли в некоторых местах дал трещины. Причем разрывы пошли не по швам, а внутри цельного полотна. Нужно только дождаться хорошей погоды, и проблемы устранят. При производстве работ с мягкой кровлей нужна хорошая погода. То есть хотя бы, чтобы пару дней не было осадков. То есть на сегодняшний день те течи устранены, акт составлен по залитию. И теперь мы убедимся, что больше течи нет, и будем производить ремонт помещений, залитых, за счет управляющей компании. Жители могут не переживать, что мы в любом случае эти работы ремонтные произведем. Семья Саенко надеется на помощь управляющей компании, тем более, что ремонт квартиры в их планы в ближайшие десятилетия не входил. Новые обои пенсионеры наклеили лишь пару лет назад. Ирина Рухлядко, Александр Романовский, Служба информации, телеканал РЕН-ТВ, Ромавир. И в продолжение темы. Одним из основных вопросов в ходе очередного заседания депутатов городской думы стала деятельность управляющих компаний. Эти организации должны работать по-новому в соответствии с федеральным законом и принципом открытости. Подробности у Влады Волошиной. Валентина Снесаренко председатель совета дома. Ее энергии можно позавидовать. За своих соседей она горой стоит. Даже не поленилась прийти на заседание думы. Сегодня здесь будут обсуждаться вопросы качества работы управляющих компаний. А это для подопечных Валентины Тарасовны больная тема. Люди недовольны тем, как сотрудники управляющей компании распоряжаются их деньгами. Пять лет они работают. Работы делали очень маленькие по дому. Расценки ставят, какие хотят. Они нам заменили шесть стояков водяной, холодной воды на полипропилен. И центральную трубу, лежак называется. И списали 318 тысяч. А всего за 2000, прошлый год, 2012, списали 750 тысяч. Последний раз о работе управляющих компаний депутаты говорили год назад. Очень уж много жалоб на эти учреждения поступало от жителей города. Народные избранники попытались навести порядок. Однако к вопросу пришлось вернуться вновь, потому что поток обращений не уменьшился. Люди не знают, какие работы, сколько стоят. Мы прописали пункт сегодня по каждой управляющей компании, понимать, сколько стоит плата за управление, плата за аварийное обслуживание. Ну а работы плановые, они сегодня в сметах. Нужно опубликовать, люди будут выбирать, у кого дешевле, у кого дороже. Нужно доработать то, что не доработано, исправить. И людям сказать, что сегодня все замечания, которые были по управляющим компаниям, в городе Армавире устранены. Депутаты приняли участие в большой работе. Она была направлена на то, чтобы привести деятельность управляющих компаний в соответствие с законом. Данный вопрос даже попал, я думаю, что это правильно, попал в поле зрения прокуратуры. И прокуратура инициировала проверку совместно с государственной жилищной инспекцией. Были подготовлены представления об устранении замечаний. Даже на сегодняшний день состоялось обращение в суд о том, чтобы данные вопросы были управляющими компаниями в части стандартов раскрытия информации устранены. Управляющие компании должны научиться работать по-новому и стать действительно открытыми для граждан. На сайтах компаний обязательно должна размещаться информация об их услугах с указанием стоимости. Все работы по ремонту домов необходимо согласовывать с представителями совета жильцов, тоже касается сметы. Кроме того, нужно откорректировать договоры на управление домом. Документ должен содержать четкие сведения о перечне и стоимости работ, правах и обязанностях сторон. Некоторые управляющие компании уже исправляются, однако большинство только в начале пути. Кстати, к жителям многоэтажек тоже есть замечания. Кто приходил на собрания в дома, видит, сколько человек собирается на совет дома. Собираются единицы. Это порядка 10-15% от сил. Решение не принято. И этих фактов очень много. То, что мы говорили год назад на комиссии ЖКХ, рассматривали этот вопрос, по сравнению с прошлым годом, изменения есть. Депутаты решили признать неудовлетворительной работу управляющих компаний по устранению выявленных замечаний. И помочь им перестроить свою деятельность в соответствии с принципами модернизации ЖКХ. Причем в самые краткие сроки. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Под знаменем культуры администрация города рассказала о результатах работы отрасли в 2012 году. Символично, что отчет совпал с чередой профессиональных праздников, которые отмечают деятели культуры. Он прошел в творческой форме и стал хорошим подарком всем, кто делает нас духовно чище и богаче. Вас приветствует старейший театр Кубани, Армавирский театр граммы и комедии. Работники культуры – люди творческие и способны превратить в праздник даже такое официальное мероприятие, как отчет о проделанной работе. И действительно, есть повод для радости. По словам главы города, армавирцы по достоинству оценили усилия сотрудников отрасли и в 2012, и в предыдущие годы. Население города Армавира оценивает вашу работу на оценку 5+. За что вам огромное спасибо. Качество и подход в тех мероприятиях, в концертных программах, в спектаклях, которые ставятся в нашем драматическом театре, конечно, заслуживает уважения. Высокая оценка дана работе всех учреждений культуры. Но представители драмтеатра радуются особенно. В честь празднования Международного дня театра им достались особенно бурные аплодисменты. А сотрудники администрации подчеркнули, что даже в столичных учреждениях ставят всего 3 новых спектакля в год, тогда как у нас выходят 7-8. Юрий Ковалев похвалой доволен, но в то же время вынужден отметить, что в современном обществе отношение к культуре становится все более приземленным. В 1944 году, представьте, когда только блокаду прорвали, был в Ленинграде открыт малый драматический театр. То есть, когда хлеба не было просто. Тогда понимали, что нужно развивать духовно человека, растить его, а тогда с него что-то спрашивать. Действительно, все чаще мы сталкиваемся с тем, что культура приравнивается к сфере досуга, а мероприятия проводятся с учетом коммерческой выгоды, сказал председатель городской думы Владимир Сосновский. Однако с этим можно и нужно бороться. На этом фоне очень выгодно выглядит культура на Кубани. В тот момент, когда в столицах и в бывших, так сказать, культурных центрах изгонялись классика и уничтожались народные коллективы, на Кубани не только по-настоящему возродился кубанский народный хор и получил общее мировое признание, но и появились театры, оперы и балеты, мощные другие коллективы. В Армавире есть прекрасные творческие коллективы, которые принимают участие в различных конкурсах и прославляют наш город. И в этом заслуга работников культуры. У нас действует множество учреждений, которые проводят замечательные мероприятия и взаимодействуют с населением. И это тоже благодаря усилиям сотрудников отрасли и, конечно, поддержке властей. Мы работаем благодаря реализации таких краевых и городских программ, как «Культура Кубани», «Дети Кубани», «Старшее поколение», программа поддержки клубных учреждений Краснодарского края, долгосрочная целевая программа «Культура Армавира» и наша ведомственная целевая программа «Сохранение развития материально-технической базы организации культуры муниципального образования» в городе Армавире. В честь профессиональных праздников и подведения итогов года особо отличившиеся работники культуры были награждены благодарственными письмами и грамотами и аплодисментами, которые для них дороже любой похвалы. Влада Волошина, Артур Кржанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжаем выпуск. 50 юношей и девушек оригинальным способом призвали армавирцев просыпаться с первыми лучами солнца, каждый день заново открывать мир и не забывать о поцелуях. Участниками флэш-моба стали студенты, а приурочили мгновенный праздник ко Всемирному дню театра. Девушка с подушкой в домашнем халате прошла по центральной площади и удобно разместилась на раскладушке у всех на виду. Участники флэш-моба в этот раз решили растянуть удовольствие от привлечения внимания прохожих и устроили мини-спектакль. Кульминацией небольшой постановки стало пробуждение ото сна. Причем, по задумке организаторов, вместе с главной героиней проснуться должен весь город. С первыми лучами вставай, место для меня открывай, с дыханием природы вставай, вставай, вставай. С первыми лучами вставай, целовать не забывай, с дыханием природы вставай, вставай. На разучивание массового танца у ребят ушло чуть меньше недели. Роман Усипов, студент механика технологического института, в таком флэш-мобе участвует впервые. Раньше он никогда не танцевал, но на репетиции показал неплохую пластику и в нем сразу приметили звезду. В обычной жизни я в основном пою. А танцы по настроению. Может быть, день с друзьями вполне возможно и потанцевать. Страшно не было совершенно потому, что я был не один, нас было очень много, поэтому страха совершенно не было. Массу положительных впечатлений получили и прохожие, которые в момент акции оказались на площади. На мгновение они отложили все важные дела и посреди города стали зрителями танцевального шоу. Когда я сфотографировал, видео снялось для себя чисто. Мне интересно было. Мы здесь гости, с города Пермь. Мы отдыхаем здесь. Еще две недели будем отдыхать, я думаю. И увидим много чего интересного еще. Первого мая, наверное, готовятся. Очень понравилось. Молодежь выступает, чем-то занята. Хоть и дождик, погодка такая опасная. Но я все равно занимаюсь. Этот флешмоб стал одним из самых массовых. Участие в нем приняли 50 юношей и девушек. Но в плане у отдела по делам молодежи объединить движением уже не десятки человек, а сотни. Это идея нова, но мы будем ее развивать. Мы создаем свои группы в социальных сетях, привлекаем людей, чтобы, например, ко дню молодежи организовать грандиозный флешмоб, который удивит всех-всех людей. Подобную акцию ко дню театра ребята провели впервые и пообещали подумать, как еще интересно и весело. А главное, всем городам отмечать памятные даты. Возможно, даже появится серия флешмобов, посвященная профессиональным праздникам. Ирина Рухлядко, Александр Романовский, Служба информации, телеканал РЕН-ТВ, Армавир. К другим новостям. Согласно федеральному антитабачному закону, будет запрещено курение в госучреждениях, в вузах, школах, больницах, санаториях, ресторанах, гостиницах, на стадионах и у метро. Воздержаться от вредной привычки придется на вокзалах, перронах, в поездах. Одобряют ли закон армавирцы и собираются ли его соблюдать, знает Лариса Юровская. На курение наложено вето. Достать из кармана и закурить сигаретку в общественном месте будет стоить 3000 рублей. Несмотря на то, что среди депутатов немало тех, кто давно подвержен этой вредной привычке, все фракции единогласно выступили за здоровый образ жизни. Одобряют ли армавирцы такую политику? Я, честно говоря, хорошо отношусь, потому что, ну, иной раз стоишь на остановке, какой-нибудь, и вот этот дым весь на тебя, я не люблю, когда дымят на меня. Или люди заходят в общественный транспорт, и вот этот фан дешевых сигарет, это отвратительно. Водители иной раз в маршрутке сидят, курят, тоже неприятно. Тут же, ну, ладно я, а если там ребенок маленький, они же смотрят, они все это впитывают. Куришь, значит, взрослый, значит, круто. Это уже психологические заклады. Положительно. А вы сами курите? Редко. Курение будет здоровая молодежь и здоровый образ жизни. Для нас это очень важно, для всего, для всей России. Получается так, что, как бы, становишься пассивным курильщиком. И я, ну, против того, чтобы курили там, где находятся дети, находятся те, которые не курят. В принципе, я думаю, что это положительное решение, так как, хоть я и сам курящий, но думаю, что бороться с этим надо. Курящих людей на улицах города нашей съемочной группе встретилось не так много. Большинство армавирцев или скрыли от нас то, что попали под влияние вредной привычки, или интуитивно, почувствовав подобные меры со стороны власти, решили бросить курить заблаговременно. Понятно, что тем, кто не курит, такой закон на руку. Но что делать тем, кто на протяжении долгих лет не расстается с пачкой сигарет? Я понятия не имею, что я буду делать, но что-нибудь буду делать. Бросать не будете? Да, ну, хочется, конечно, но пока не получилось. Будем бросать, что делать? Ну, если захотелось покурить, то, пожалуйста, выбирайте специально отведенные места для этого и курите. То есть, как я был в Сачах, там, пожалуйста. То есть, есть специальные места, захотел, постоял, подошел, покурил. Ну, пусть дома курят, что сказать мне. Как еще можно сказать? Курят в отведенных местах. Больше никак. Я думаю, конечно, бросать, пытаться всячески бросать. Только бросать. Антитабачный закон должен вступить в силу с 1 июня 2013 года. Но часть предложений начнет действовать только со следующего года. В санаториях, в поездах и электричках, на кораблях дальнего плавания, у вокзалов, аэропортов, метров, гостиницах и ресторанах уже не покуришь. Также вступит в силу запрет на продажу сигарет в киосках и размещение табачных изделий на витринах. Лариса Ировская, Артур Кырджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Новости спорта. В Ростове-на-Дону прошел открытый областной турнир «Весна-2013» по карате ВКФ. Его организовала Федерация карате Ростовской области. В турнире приняли участие 550 спортсменов от 6 до 53 лет из 34 клубов карате Дона и Кубани. Гостями соревнований была команда спортсменов из Армении. Состязания проходили в трех видах. Индивидуальные, кумите-поединки и ката-формальные упражнения и командные ката. Армавир представляла команда из 10 человек воспитанников спортивного клуба «Кратэ-Барс» 7-й школы. Третье место в ката занял Виталий Белилов. Вторым в кумите стал Павел Мутовкин. У Виктора Гурина третье место в кумите. Призеры награждены дипломами и медалями, а болельщики получили заряд положительных эмоций. Этот турнир являлся отборочным этапом в формировании сборной команды для участия во всероссийских соревнованиях Олимпиада боевых искусств. Они пройдут в Санкт-Петербурге 13-14 апреля. Приятная новость для жительниц Армавира. Открылся новый магазин женского белья больших размеров «Галерея люк» в Селенина 99. Это была заключительная информация и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Владе Волошиной. Она уже в студии и готова рассказать о погоде на пятницу. Здравствуйте, дорогие телезрители. Последние дни месяца тепло мне порадует. В пятницу 29 марта утром будет пасмурно. Ожидается небольшой снег. Термометр покажет 0 градусов. Ветер слабый северный. Днем осадки прекратятся. Потеплеет до плюс 3, а ветер станет слабее. Вечером небо останется хмурым. Температура воздуха не изменится. Ветер слабый северо-восточный. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. А по народному календарю 29 марта – день Савина. Если погода теплая, такой будет и вся весна. Не хочется думать, что у нас до июня будет холодно. Лучше вспомнить о своем здоровье. Сохранить его поможет партнер прогноза погоды – офтальмологическая клиника «Тризе». В Армавирском отделении клиники «Тризе» к услугам пациентов комплексная диагностика заболеваний глаз на современном оборудовании. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио «Армавир». С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин